Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате стриптоцит. Стриптоцит выпускается в виде таблеток. Действующее вещество сульфаниламид. Стриптоцит обладает бактериостатическим действием. По эффективности значительно уступает современным антибиотикам. В настоящее время очень многие штаммы микроорганизмов, особенно госпитальные, устойчивы к стриптоциту. Действуют на грамм положительные и грамм отрицательные коки, грамм отрицательные палочки, хламинтии, простейшие, нечувствительные к стриптоциту энтерококи, синегнойная палочка анаэроба. Применяется при отитах и синуситах, иногда в сочетании с эритромицином, для повышения эффективности. При инфекциях мочевыводящих путей, преимущественно остром цистите, токсоплазмозе, малярии, нокардиозе, при санации носителями нинго-кока, если установлено, что выявлены штамм возбудителя, чувствительные к стриптоциту. При приеме препарата его необходимо запивать щелочной минеральной водой или раствором питьевой соды. Стриптоцит в таблетках назначать внутрь. Взрослый принимает по 0,5-1 грамма 5-6 раз в день. Суточная доза 3-6 граммов. Детям в возрасте от 3 до 5 лет назначают по 0,2-0,3 грамма. От 6 до 12 лет назначают по 0,3-0,5 граммов на прием. Курс лечения до 10 дней. Противопоказаниями является повышенная чувствительность к компонентам препарата, анемия, тяжелая почечная или печеночная недостаточность, азотемия, порфирия, беременность, период кормления грудью. Нельзя назначать новорожденным, так как стриптоцит вызывает ядерную желтуху. В данной лекарственной форме препарат противопоказан детям до 3 лет. Спасибо за просмотр! Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!